Всем привет! С вами Зирк и канал Rocks&Ru. Сегодня мы выскажем свое мнение о Dragon Age Inquisition, которую выпустила канадская компания BioWare. Многие эту игру возносят калинку, а другие опускают глубже Марианской впадины. Мнение канала может не совпадать со мнением зрителя. Ваше мнение, как и наше, имеет права на существование. Так что убедительная просьба не срать в комментариях по этому поводу и приятного просмотра. Субтитры создавал DimaTorzok В не таком уж далеком, в 2009 году Dragon Age была самой ожидаемой и неоднозначной игрой, которую делали канадцы из BioWare. Об игре ходили слухи, и лишь пара скриншотов плавала по сети. Когда разработчики поделились первой достоверной информацией об игре, в которой они раскрыли механику боя, описали возможности движка и немного приоткрыли нам сюжет, у всех игроков просто порвало шаблон. То, что нам описали, казалось невозможным и неправдоподобным. Никто не мог поверить в то, что у нас будет столько возможностей и всего в одной игре. Разработчики пообещали сделать игру по всем RPG-канонам и выдать поистине неповторимую игру. Так оно и вышло. Канадцы и вправду создали детище, которое не может переплюнуть никто, и даже они сами. По сей день первая часть остается культовой в вышедшей трилогии. После выхода первой части из отдела на продолжение игроки были готовы ждать годами, дабы увидеть Dragon Age 2. Но ждать пришлось не так уж и долго. Спустя несколько месяцев канадцы объявили дату выхода второй части, и из-за такой спешки, сжатых сроков и работы в попыхах, на свет появилась не весь все знает что. Боевка была убога, графика не сильно отличалась от предыдущей части. Единственным плюсом второй части был сюжет, вот он вышел на славу. Много морального выбора, есть запоминающиеся персонажи, которым хочется сочувствовать и помочь, или же наоборот были подонки, которые хотелось поскорей прикончить. Но игроки были недовольны таким результатом, и многие уже похоронили эту серию игр. Но вот компания объявляет о выходе третьей части, и одни игроки, затаив дыхание, начали ждать, а другие, не увидев проект в глаза, даже не знакомившись с ним, сразу закопали его в землю, и сказали, что Dragon Age уют. Заранее вас предупреждаю, дабы не было срача по этому поводу. Кадры, что вы увидите, могут не соответствовать тому, что я говорю. И вот в 2014 году наши канадские мастера выпускают свое детище в свет на растерзание толпе. Одни игроки отзывались, что это чуть ли не лучшая игра в истории, а другие, лишь опустив голову и пустив слезу, сказали, что всему конец. Я, как фанат, который любит эту серию игр за сюжет, механику и возможность выбора, хочу высказать свое мнение о игре Dragon Age Inquisition. RPG Masterize by Rare вновь переносит нас в завораживающий и неповторимый мир эпохи драконов Dragon Age. В третьей части этой замечательной серии игр мы возглавим Инквизицию, дабы освободить мир от демонов, что хотят его поработить. И тут же хочу отметить первый минус в сюжете данной игры. Минусом это сложно назвать, но как игрока меня задело то, что нам чуть ли не прямым текстом сообщают о том, что мы спасители человечества, и все в наших руках. Пускай я это и так знал, но все же старался сохранить надежду, что я не тот самый, что я не избранный, и что кто-нибудь другой спасет мир. Но игроделы из By Rare разбили мои мечты в дребезге. Также меня очень задело то, что в третьей части, в сравнении с первыми двумя, очень мало щекотливых ситуаций, в которых перед тобой ставят моральный выбор, и от того, что ты выберешь, будет зависеть дальнейшее развитие сюжета. Ну и последний минус для меня, как любителя красивой анимации, это не анимированные волосы. Осветив пару минусов, которые я отметил лично для себя, можем переходить и к плюсам. Dragon Age теперь выглядит более новым и привлекательным, особенно для любителей красивой картинки. Очень порадовали бои и тактический режим, который разрабы переработали со времен первых двух частей. Теперь тактический режим станет неотъемлемой частью боя для игроков, что отважутся пройти игру на уровне сложности выше нормального. Ведь теперь в этом режиме, при наведении курсора мыши на противника, нам будет показана подробная информация о том, с кем мы имеем дело, и с чем его нужно есть. Также хочется отметить завораживающие пейзажи лесов, заснеженных гор и бескрайних пустынь. Встречи, как с новыми персонажами, которые надолго останутся в моем сердце, так и со старыми, которые уже давным-давно там живут. Также есть нововведения и фишки, которые были изменены со времен первых двух частей, которые сложно отнести к плюсам или минусам. Тут сугубо ваше мнение. На мой взгляд, идеи хорошие. Первое нововведение – это наличие некого подобия базы, которую мы улучшаем, обустраиваем и вообще наводим там порядок. Второе – это система крафта. Как мы помним, крафт уже был представлен нам в первых двух частях, но в третьей разработчики его изменили, и мы, как и прежде, добываем материалы двумя способами. Покупаем у торговцев или же выбиваем путем охоты на монстров. Советую изучить систему крафта, так как на первый взгляд она проста и понятна, но на самом деле имеет множество тонкостей, которые нужно знать. Если дальше развить эту мысль, то можно вкратце описать, на что похож крафт. Сначала мы выбиваем или покупаем экскиз, далее собираем все необходимое. А вот дальше начинается самое интересное – создание шедевра. Свойства и эффекты нашего изделия будут зависеть лишь от того, какие материалы мы поставим в ячейки рецепта. Из требований тут только количество сырья. Позже появится возможность вставлять руны, их также можно крафтить. Исходя из всего вышеперечисленного, при должном навыке кузнеца тут можно создать поистине убийственное оружие, ну или же непробиваемую броню. Третьей фишкой является кооперативный режим, который очень сильно похож на мультиплеер Mass Effect 3. Вы создаете персонажа, прокачиваете его, отбиваетесь от волн противников. Заниматься этим никто не заставляет, но попробовать все же стоит. Ну и на мой взгляд, последним нововведением является некая система NPC, которые могут выполнять поручения. Они всегда стоят у вас на базе перед тактической картой и ждут ваших приказов. У нас три NPC. Шпион, воин и политик. Мне сложно сказать, чем эти ребята занимаются и в чем их полезность, так как я ими не пользуюсь. BioWare практически достигла того баланса, который был необходим в третьей части, для того, чтобы стать культовой игрой. Бои стали более динамичны и интересны. Но в сюжете нет такого огромного количества морального выбора, как было ранее. Из-за этого не создается тот необходимый накал страстей, который мы наблюдали во второй части. Если сравнить игру с первой частью, то все на уровне. Выше головы они тут не прыгнули. Но если сравнить со второй, то сюжет стал слабее, но не стал менее интересным. Вам все равно захочется пройти игру до конца и узнать, а что же там дальше? Dragon Age Inquisition создавалась, чтобы нравиться как можно более широкой аудитории фанатов ролевых игр. Она не перегружена громоздкими механиками, дружелюбна, проста и понятна. Для любителей тактики тут есть повышенный уровень сложности и боевая пауза. Для ценителей вселенной Dragon Age огромное множество интересных заметок и статей. Тут нет ничего революционного, свежего или хотя бы просто нетрадиционного для BioWare. Из-за этого новую Dragon Age никак нельзя назвать выдающейся RPG. Это просто хорошая игра, которая тем не менее обречена понравиться многим. Ну и в заключение давайте сделаем вывод. Если вы преданный фанат этой серии игр и любите их за неожиданные повороты и крепкий сюжет, то, боюсь, купив эту игру, вы можете разочароваться. Ну а если же вы не знакомы с данной серией игр или же не так сильно зациклены на сюжете, то берите обязательно, не пожалеете. Субтитры подогнал «Симон»!